Мост в станице Северской по улице Комарова закрыт по решению местной администрации. Аварийное состояние видно, что называется невооружённым глазом. Часть сооружения обвалилась, и ездить по нему сейчас попросту опасно. Для пешеходов мост по-прежнему открыт. А вот транспорт по нему проехать не может. Главная проблема в том, что это единственная дорога, по которой жители станицы из-за реки Убин, могут попасть в центр. Объезжать закрытую улицу приходится по федеральной трассе. А это большие пробки в часы пик и лишнее время на дорогу. Вечером 12 декабря глава Северского района Андрей Дорошевский вместе со своими заместителями провёл встречу с активом поселения, чтобы прояснить ситуацию. Естественно, у граждан один вопрос, на какой срок это и когда это закончится. Первое, что я хочу сказать вам, что завтра приезжает специалист, который работает по ремонту мостов во всём крае. И мы совместно с ним встречаемся возле этого моста, под мостом. Соответственно, будем смотреть по возможности кратковременного, краткосрочного, быстрого, так скажем, ремонта, чтобы привести этот мост не в то, что в нормативное состояние, а сколько в возможность работоспособности вернуть. Параллельно с этим поселение начнёт заниматься разработкой проектно-сметной документации, прохождением экспертизы полностью по реконструкции данного мостового сооружения. Сейчас главное понять, возможно ли провести текущий ремонт моста, чтобы снова открыть проезд, а параллельно с этим вступать в программу по капитальной реконструкции. До 15 декабря Северская администрация должна провести техническое обследование сооружения, а до 20 декабря подготовить локально-сметный расчёт текущего ремонта. Для районного центра с постоянно растущим населением одного автомобильного моста через реку, который опутывает всю станицу, явно мало. В связи с этим актив поселения давно интересует вопрос строительства второго моста. Один из возможных вариантов – мост по улице Комсомольской. Администрация поселения уже рассматривала. Летом мы проводили предпроектную работу с учётом ширины и что возможно там построить. Это проектная документация порядка 36 миллионов и реализация проекта 178 миллионов. Но не факт, что этот проект госэкспертизу пройдёт. Ввиду того, что там очень плотная застройка, для того, чтобы его построить, надо отселять дома, которые в сопротивлении. Ну это будет проблемой. Там ширина дороги просто нормативно не позволена. В своё время ещё прорабатывался вопрос по базарной, в облице. Там тоже узкий проезд. Там тоже дома, очень узкая дорога. Вопрос о строительстве дополнительного моста будут прорабатывать и дальше. 13 декабря заместитель главы района Евгений Алышев вновь встретился с жителями станицы, а также с съёмочной группой телеканала «Кубань-24». В районе введён режим повышенной готовности в связи с данной ситуацией. И однозначно будем разбираться с тем, чтобы ускорить вопрос ремонта. А прямо сейчас ещё одна важнейшая задача – грамотно организовать движение населения и пути объезда. По схемам объезда сегодня будет написано письмо в отдел ГИБДД по Северскому району об организации временных схем объезда, выезда въезда в станицу Северскую с разных мест. С точки зрения закона, с точки зрения безопасности дорожного движения наши коллеги из ГИБДД должны дать нам ответ. В ближайшие дни пообещали решить вопрос и с движением школьных автобусов, а также общественного транспорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова